восьмилетие time of night 23 февраля в стрит-арт музей три месяца работы клуба мы продали 9 билетов что-то такое в общем то что произошло 8 марта на пиратской станции потому что вот так часами все это делал самый мощный за все времена диджей гвоздь пиратская станция и всем привет я диджей гвоздь довольно давно занимаюсь драм-н-бэйсом и собственно являю собой вторую волну драм-н-бэйс диджеев которая появилась в санкт-петербурге самая первая вечеринка на которой выступил ну вот как я помню это было в клубе муравейник на тот момент был такой клуб который изначально был клубом ten рок-клуб на обводном канале потом стал муравейник особенностью клуба муравейник было то что в начале деятельности этого клуба потом но потом уже до нас дошла информация на тусили на казантипе и так четко это вроде бы прошел слух такой приколитесь типа три месяца работы клуба мы продали 9 билетов что-то такое в общем в общем очень такой длинный промежуток работы клуба и очень смешное маленькое количество билетов там прям можно было заржать на общем это говорит о том что клуб был открыт людьми не из туса как бы людьми возможно со стороны хоть там была своя какая-то атмосфера какая-то своя даже тусовочка но так или иначе клуб этот был таким мало мало посещаемым так все равно так стоп и здесь я сделаю маленькую паузу это будет вырезано потому что ребзя это волны муравейник клуб например если говорить о недавних мероприятиях то довольно ярким и необычным и очень круто рейверски правильным мероприятием по атмосфере был восьмилетий time of night 23 февраля стрит-арт-музей очень прикольно все было сделано и мне кажется что это вполне может из этого получиться новый какой-то интересный фестиваль то что произошло 8 марта на пиратской станции меня абсолютно взбудоражило хотя бы даже по количеству света которое там было использовано я при этом это не очень активно наблюдал в течение ночи потому что у меня там периодическая трансляция и вообще меня это очень воодушевило и плюс дизель бой написал себя в инстаграме что блин когда же у нас наконец-то в штатах сделать фестиваль подобного размаха блин мне кажется ну во первых в питере намного больше тусовок чем других городах и более того в питере есть драм-н-бейс тусовки я уверен что они есть потому что это уже иногда их замечаю о которых узнаешь не сразу недавно всплакает драм-н-бейс тусовка там празднуем двухлетие нашей драм-н-бейс деятельности о круто то есть ребята что-то делают у них там совсем свои имена не особо проходящие в списках вот обычных вечеринок то есть совсем новые имена совсем новые люди да это существует как-то сцена развивается из тех тусовок которые сейчас представлены так или иначе то есть какие-то более активно занимаются промоушен какие-то более активно другими сегментами драм-н-бейса но вот хочется сказать что эти тусовки более-менее взаимодействовать между собой и это то чтобы нам например в свое время очень хотелось то сейчас грубо говоря я могу взглянуть на всю эту картинку отстранившись от нее и посмотреть что вот есть такое-то вот ядро вот это драм-н-бейс и в нем есть такие-то 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 штуки они так-то так-то между собой взаимодействуют и можно на это взглянуть имея свой интерес а можно взглянуть не имея интерес и тогда совершенно разные как бы ответы на вопросы могут прийти ну вот а в случае того времени про которое говорю у меня именно был такой интерес что именно набирался опыт то есть мне любое движение было интересно и в том числе неизведанно ну вот именно вот эта неизведанность как бы но таким-то образом прокладывался путь в драм-н-бейсе соответственно то время очень хотелось да чтобы тусовки как-то взаимодействовали чтобы были какие-то мы так об этом мечтали что было какое-то взаимодействие какие-то промо-группы удалось объединить между собой иногда какие-то нет но так или иначе у меня почему-то ощущение что сейчас возможно более сплоченная драм-н-бейсе тусовку просто даже по восприятию того что все занимаются общим делом но вот с этой исходя позиции чем возможно было раньше публика тоже какие мероприятия смотря брать то есть выбрать мероприятие с драм-н-бейсом где я гастролировал как гвоздь который представлен на пиратской станции и радиорекорд это какое-то одно восприятие публикой музыки то есть там зачастую публика возможно пришла просто вот это событие который у них городе происходит то есть у нас к этому все уже привыкли скажем так более менее обычно драм-н-бейс трам-н-бейс но имеется ввиду что вот мы живем там так называемый драм-н-бейс жизнь и там драм-н-бейс люди все это драм-н-бейсе вокруг нас а там это может быть какое-то изряда что-то вон выходящие несмотря на то что все эти люди слушают каждый день драм-н-бейс но самих то суток не происходит но и реакция для реакция в принципе более-менее то есть если ты отдаешься с душой вообще тому чему ты делаешь если волну посылаешь правильную тебе в ответ идет правильная волна тоже я не знаю я одному я помню такого человека по имени лебедь но это не из драм-н-бейс тусовки единственное что это просто с опен-эйров я же не только на драм-н-бейс тусовки и опен-эйры ездил как и в принципе почти любой клайбер и рейвер и вот был такой дикий дядька который сколько бы ни было утра он на танцполе такие всегда первый это выдавал но правда под гуатранс но так и у меня запомнился такой его все прозвали лебедь потому что вот так вот часами все это делал ну какой-то там масс массовый понятно был всплеск интереса к драм-н-бейсу который там продержался сколько-то лет потом этот всплеск немножко прошел потом возможно если сейчас все получится всплеска снова так или иначе возродится это все напоминает амплитуду колебания популярности стиля электронной музыки которая была описана в 90-х годах в журнале птюч такой выходил первый реверский журнал большого формата и там вот амплитуда колебания была там показана для драм-н-бейс и для тех на примерно там раз в три года происходит то есть всплеск и за какое-то затухание 10 лет назад мы тусили там по-иному 20 лет назад тусили еще по-другому но так или иначе суть осталась также мы продолжаем тусить на вечеринках продолжать люди встречаются знакомиться обмениваться идеями опытом просто угорать но для драм-н-бейса было наверное лучшее время когда понятное дело когда на драм-н-бейс каждую неделю гарантированно приходили полные залы людей сейчас в принципе если делать какие-то интересные вечеринки сейчас возможно вот мне кажется меняется может быть что ли сам подход к вечеринке то есть вот сколько мы там делаем приходит диджей ставят музыку там всю ночь она играет и у людей которые прошли путь этих вечеринок несколько лет но как бы для них это клуб по накатам и грубо говоря происходит ситуация не могут прийти в клуб но да круто когда-то наступит момент когда тоже просто так на драм-н-бейс вечеринку возможно не захочешь пойти равно как и на любую другую трудно сказать это не право про год там я могу сказать так что для меня но понятно что был какой-то там период расцвета драм-н-бейса если там отлично для меня это было связано с тем когда у меня когда я чувствовал что есть постоянный постоянный приток выступлений такого интереса но тут для меня был для меня лично будет под рассвет драм-н-бейса был это рассвет для драм-н-бейса для питера непонятно потому что он тоже можно сказать был рассвет драм-н-бейса когда первый раз в клуб мама там набилось 600 тысяч человек ну или там 600 но это да это своеобразный рассвет то есть тогда каждую неделю и пятницу субботу гарантированно можно было набивать битком или маму ну старый как бы заведением и пятницу люди приходили им это было надо шли это было более новая скажем волна музыкальная чем некоторая другая электронная например хаос надо просто соответственно поддерживать мотивацию к тому чтобы люди стремились слушать драм-н-бейс чтобы не было почему и для чего они это начинают слушать то есть там же понятно что некоторые слушают ради музыки а некоторые начали слушать потому что это сегодня модно поэтому мы начали слушать а завтра это прекратило быть модным и все и ушли на другую историю ну вот и чем больше будет таких промо-групп как например вот промо-фнайт которые всякие такие интересные мероприятия делают проводящих вот в том числе и объединенные мероприятия которые тоже очень полезны в общем для здоровой атмосферам электронной сцене но так и просто интересные мероприятия тем больше молодых людей будет вовлечено видя что это все движение это не затухает и продолжается тем больше они будут к этому примыкать еще вот скажу насчет того когда лучшая эпоха опять же сколько уже тут всего проговорил если говорить про сегодняшний день но сегодня вы там drum и бэйс у образно говоря полвека четверть века примеру то есть уже стиль набрал вот такой возраст когда он в принципе уже никуда не денется то есть когда он уже все это слово драма бейс уже в принципе никуда из музыкальных каталогов там из мировой истории музыки никуда она не уйдет она уже прожила тот период времени когда она осталась на века и вот сейчас когда как сказать сейчас лучше когда такие фестивали проходят, там, 10-тысячные и так далее, и больше по всей планете разные драм-н-бэйсы фестивальные, или тогда лучше, когда для развития драм-н-бэйсы, ну, окей, там и Питер, и Мир тоже, в том числе, когда, судя там даже по книжкам, по описаниям и по рассказам, примерно ситуация похожа по тому, как это все вообще происходило. Либо тогда, когда как бы люди отрывались нелегально, но при этом на всю катушку, блин, честно говоря, скажу так, что если бы вот сегодняшние люди попали, возможно, в те условия, им возможно было бы что-то дискомфортно, а, соответственно, тем людям из тех времен стало дискомфортно то, что рейвы стали легальнее, что там стали охранники, которые тебя могут выгнать и так далее.